Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Ума. Читаю историю про кошку, как у неё случился пожар. Ребята, а это очень и очень страшно. Вы же знаете, что электричество может быть опасным, от него может быть короткое замыкание, спички могут быть опасные. Ими могут только пользоваться родители или взрослые люди, которые уже наученные и умеют пользоваться. Даже зажигалки деток интересуют. А это очень тоже опасно. Но мы будем рассматривать картинки и будем читать. Ну, давайте вначале рассмотрим картинку. Мы видим домик горящий, крыша загорелась, чердак горит. Мы видим, что кошечка кричит. И возле неё утюг, которым раньше гладили. Вот давайте про этот утюг поговорим. Утюг тоже и современный, опасный. И тогда был тоже опасный, потому что в него нужно было горящих угольков насыпать, чтобы они нагрели хорошо металлическую эту поверхность. И затем хозяйка могла гладить. Да, осторожно, чтобы не обжечься. Приготовились, а я читаю теперь сказочку. Слух тревожный пробежал. В доме кошкином пожар. Стены, крыша в доме том. Всё охвачено огнём. Кто с метлой, а кто с ведром? Тушат, тушат кошкин дом. Зайка, уточка, лошадка. Все старались без оглядки. Вот мы видим даже божьи коровки, и те несут крюк, особенно по дорожке, которая, смотрите, идёт. Вот крюк прямо у неё в пасти, потому что этим крюком можно горящие части стаскивать на землю. Вы посмотрите, как пчёлки несут водичку в листочки. Ну, современная техника, вертолёты тоже тушат лесные пожары, если вдруг загорается. Это опасно, потому что если ещё ветер в сельской местности, то может эти языки пламени, горящие части, перекинуть на другие дома. И тогда будет очень-очень большой пожар. Кто же мы видим бежит? Мы видим гуся. Вот гусь, наверное, такой главный, пожарный. Смотрите, какая у него каска, чтобы на голову угли не упали, да, горячие? Горячая солома, чтобы не горячая не упала. Он водичку несёт, даже уточка несёт водичку в чашечке заливать. Вроде бы всех назвали, кто на этой страничке есть. А лошадка, лошадка тоже с метлой стоит, но странно, что она метлой будет делать. Да, все воду льют, метлою машут, помогают кошке нашей. Ну, а кто же с фонариком бежит? С фонариком бежит собачка. Фонарик у неё в левой лапке, а в правой лапке у неё ведро деревянное с водичкой. Смотрите, вот внизу, внизу, возле лошадки, в каске мышонок идёт. Тоже торопится помогать, да? Что-то он будет делать. Жаль, не вижу, что в руках вроде бы у него... Вроде бы как есть что-то, вроде бы как нету. А ещё один герой, зайка, вон в ложке прямо водичку тащит. Вот так вот все помогают кошке в её беде. Ну, естественно, это очень, ребята, и очень опасно. Недавно в городской квартире наблюдала, как на третьем этаже огонь вырывался из окон. Это было очень опасно. Поэтому, ребята, запомним. Время у нас поменялось. Фонарей таких нету, чтобы в них заливали. Или керосин. Или, например, какое-то другое горючее средство. Сейчас у нас другие лампы, другие светильники. Всё на электричестве. Но вы должны знать, что электричество тоже очень опасно. А вот эту историю про кошкин дом вы должны хорошо запомнить. Конечно, помогли кошечки. Она его отремонтировала. Посмотрите. Заново выкрасила стены. Наверное, поменяли где-то брёвнышки. А она красиво убрала его. Разрисовала. И теперь и птичка спокойная сидит, на кошечку смотрит. И божья коровка тоже наблюдает за кошечкой, что она справилась с этой бедой. Теперь у неё всё хорошо. И она больше не будет утюгом пренебрегать. Наверное, где-то из того утюга железного выпал уголёк. А кошка не заметила. Вот и всё началось. С вами была Надежда Николаевна. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на мой канал.